Здравствуйте! Умер Диего Армандо Марадона, великий аргентинский футболист. Когда я узнал о его смерти, я побежал к компьютеру, чтобы выразить свое соболезнование моим аргентинским друзьям, понимая, что вообще очень тяжело представить, что они сейчас чувствуют, аргентинцы, в связи с его смертью. Я нашел одного из моих друзей, Алехандро Караваджо, он шеф пресс-службы футбольного и социального клуба «Сентраль Баджистер». Алехандро был в фейсбуке и давал стрим. И, говоря о Диего, о его смерти, он плакал. Я думаю, он был не единственный человек, который плакал в этот день в Аргентине. Потому что другой мой товарищ мне написал, что вообще такой у нас, мы в шоке все, вся страна. Хотя все знали, что он болел, что вот так, 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 где-то рядом со смертью находился, но все равно смерть его стала для них шоком. Давайте попытаемся разобраться, почему, что за фигура, что за фигура был для Аргентины Марадона. Кем он был, кем он является и остается для Аргентины. Футбол – это вообще национальная страсть в Аргентине. И давайте, чтобы проиллюстрировать это, я приведу вам один пример из оскароносного фильма «El secreto de sus ojos», который снял Хуан Хосе Кампанелла. Там беседа двух людей, и один другого спрашивает. И что для тебя вот этот клуб «Рассинг», который, кстати, этот клуб тренировал в свое время Марадона. Что для тебя «Рассинг»? Он же за последние 17 лет ничего не выигрывал. На что ему человек отвечает. «Перо, querido, на пасион есть у на пасион». Он говорит, ну, дорогой мой, страсть – это страсть. Что я могу поделать с собой? Так вот, футбол в Аргентине – это национальная страсть. А Марадона, он был страстным игроком. Вы знаете, вот бывает иногда у человека талант в одном, а страсть лежит в другой плоскости. Он страстно любит одно, а талант у него в другом. Ну, допустим, он талантливый футболист, но ему очень хочет петь, да? И пытается петь, либо там, я не знаю, сценарий писать. Но там таланта у него нет, а талант у него в футболе, а страсть в другой области. Так вот у Марадоны страсть и талант объединились. Плюс объединились со страстью нации. И вообще, вы знаете, никогда никто ему не мог сказать «Печо фрио!» «Печо» – это грудь фрио холодная. То есть человек, у которого огонь в груди не горит, когда он что-то делает. Кстати, что кричали и Месси, и его соклубником, да, с товарищем по сборной. «Печо фрио!» Потому что они играли без желания и без страсти. Марадона их всегда играл со страстью. И есть еще такое выражение «хуярсе лавида» – это означает «ставить на кон жизнь». И вот он, когда играл, да, он всегда тоже играл так, что выкладывался, что готов был умереть на поле. И, конечно же, все это видели и чувствовали. Более того, Марадона воплотил мечту аргентинцев, когда в 1986 году Аргентина стала чемпионом мира во второй раз. И давайте остановимся на двух играх. Это игра с Англией и с Германией в финал. Вот, игра с Англией. Там Марадона забил два гола. Плюс второй гол считается культовым голом вообще. Потому что он с центра поля, со своей половины начав, дошел до ворот, обыграл пять человек, включая вратаря, и забил гол. То есть это, скажем так, деглассировал команду Англии. Но надо учитывать то, что в 1982 году был военный конфликт между Англией и Аргентиной за острова Фонтлендские. И тогда Аргентина проиграла. То есть нация была унижена. О причинах этой войны я не буду говорить. Они, скорее всего, были скорее внутриполитические, чем внешнеполитические причины. Но, тем не менее, нация была унижена. А Марадона вот этими двумя голами, особенно последним, когда он обвел пятерых с центра поля и забил гол, он вернул это уважение нации. И англичане говорят, вот защитники, они говорят, вы знаете, там даже фолом не могли остановить, ни схватить, ни по ноге ударить. Он так разогнался, что невозможно было. Единственный удар, который ему нанесли по ногам, только в самом конце, и то уже сзади вдогонку был по лодыжке. Но уже было поздно все равно. Потому что он чуть-чуть приостановился, чтобы ударить. Вот тогда только смогли ударить. А после этого была игра с Германией финальная, где Марадона, опять же, чуть ли не с центра поля, окруженный тремя игроками, отдал голевой пас так, что второму игроку он вывел его прямо в штрафную площадку. Понимаете? И это был, опять же, случай, единственный случай за историю, когда сборная Аргентины обыграла сборную Германии. Ни до, ни после выигрышей больше таких не было. Были ничьи, но Аргентина больше никогда не выигрывала сборную Германии с того дня. И вот они стали чемпионами мира. То есть, смотрите, Марадона вернул уважение к себе нации. И плюс, воплотил мечту, они стали чемпионами мира. Дальше. Пойдем дальше. Ведь когда я узнал о его смерти, я понял, что и в Неаполе тоже будет траур. Потому что один мой знакомый мне рассказывал, он костариканец, он когда пришел в Неаполе, он увидел, что в баре стоит портрет Марадоны. Потом в другой бар, и там опять портрет Марадоны. И потом, когда его начали спрашивать, откуда ты, он говорил, сой Аргентино, я из Аргентины. После чего все говорили, так, ты аргентинец, все, ты не платишь, мы за тебя платим. Марадона для нас, он как бог. Понимаете? И, кстати, его же называли так, вы знаете, что, Дьес. Как пишется, да? А вот его называли Эль Дьос, используя вот эту цифру 10, его номер. Опять же, что он сделал в Неаполе? Его пригласили в местный клуб Наполе, чтобы они не вылетели из лиги. Понимаете? Вот это была задача максимум, поставленная ему. А Марадона сделал, что они с ним выиграли чемпионат Италии и стали чемпионами УЕФА. То есть, опять же, по максимуму он воплотил их мечту в жизнь. И там действительно, да, траур сейчас в Италии. Что еще можно сказать? Вот вы знаете, есть еще один фрагмент, который я вспомнил. Тоже один замечательный фильм вот этого нашего режиссера. Это тоже замечательный фильм, который называется Элихо де ла Новия. То есть, сын подружки. Не жены, а подружки. Который тоже снял Хуан Хосе Кампанелла. Сюжет таков. Главный герой, ему 40 лет. У него кризис 40-летнего. К нему приходит отец. И говорит, сыночек, знаешь, я вот скопил какие-то деньги. Я вот сейчас думаю, что с ними делать. А сын и отец собирались посетить их мать. Она, допустим, находилась в клинике. В клинике с болезнью Альцгеймера. Вот представляете картину, да? Они встречаются, отец и сын. Они должны посетить мать, которая лежит в клинике с Альцгеймером. И отец говорит, сыночек, вот эти деньги, на что бы мне потратить? На что сын говорит, ну, наверное, было бы здорово поехать в Италию и навестить своих друзей. И отец говорит, нет, сынок, знаешь, я вот был молод, и мы с мамой так и не повенчались. И свадьбы-то не было некогда, все было. Я хочу сейчас сделать свадьбу с венчанием. И на что сын говорит, папа, так она ничего не помнит, она же все забудет через минуту. Отец говорит, ну, не все ведь, что-то-то она запомнит. И вот ради этого чего-то я готов это сделать. Причем история эта взята из жизни самого режиссера. Такая же ситуация произошла с его отцом и его матерью. Вот. И они идут в церковь, чтобы позвать священника. А священнослужители говорят, что мы не можем этого сделать, она не дееспособна. Понимаете? Тогда главному герою приходится звать своего друга-актера, чтобы он изобразил священника на свадьбе. Ну, приходит его друг-актер и изображает священника. Все довольны. Церемония прошла нормально, более-менее. И уже этот актер стоит у бара и разговаривает с барменом. И мы слышим, что он говорит бармену. Ты понимаешь? Он же дарил радость миллионам людей. И потом они же отвернулись от него и распяли его. И тогда главный герой подходит и говорит, святой отец, можно вас на минутку? Они отходят. И главный герой говорит актеру, ну, слушай, все, представление закончилось. Хватит говорить о Христе. На что актер отвечает, да ты чего? Я же про Марадону говорил. Это говорит о том, что о чем бы ни начинали говорить, а все заканчивается разговорами о Марадоне. Ну что ж, вот и все, наверное. Я рекомендую вам посмотреть оба этих фильма. Вы получите огромное удовольствие. И давайте, что скажем тогда? Да, descansa en paz, Diego. Покойся с миром, Diego. Продолжение следует... Продолжение следует...